Десятое место. Обезьяний банкет. Это один из самых необычных праздников Таиланда. Раз в год тайцы устраивают пиршество для 600 приглашенных приматов, хотя гостей приходит гораздо больше. На огромном семиметровом столе, покрытом красной скатертью, можно найти все, что обезьяне душа пожелает. Таким образом, местные жители благодарят макак за победы в прошлых войнах. По легенде, бог Рама даровал эти земли своему лучшему другу – королю обезьян Хануману. Именно обезьяны помогли королю спасти жену Рамы и одержать победы над врагами. Девятое место. Сэцубун или День метания бобов. Празднуется в первый день весны по японскому календарю. Это приходится на 3-4 февраля. В этот день люди разбрасывают бобы в домах, на улицах и в храмах, чтобы прогнать злых духов и пригласить счастье в дом. Восьмое место. Ньепи или День тишины на Бали. Это аналог Нового года, но отмечается каждую весну в ночь новолуния. Таким образом, дата торжества меняется каждый год. Ньепи – один из самых важных праздников в культуре острова. Ему предшествуют несколько ритуальных церемоний, в которых участвуют практически все островитяне. На следующий день в 6 утра весь остров погружается в тишину и спокойствие. Смысл состоит в том, чтобы заставить демонов поверить, что остров пуст. Седьмое место. День Ламас, отмечаемый в англоязычных странах северного полушария 1 августа. Имеет много названий, но самое распространенное – лугносад, которое переводится как «сборище луга» или «свадьба луга». Луг – один из богов кельтского пантеона, покровителей земледелия и ремесел. Самым главным блюдом на Ламас является хлеб во всех его вариациях, которые жители приносят в местную церковь. Шестое место. Нинанская ледяная лотерея. Она проходит в сирене Нинана на Аляске. Эта традиция появилась в 1917 году. В тот год зима длилась особенно долго, и группа железнодорожных инженеров начала делать ставки на время, когда лед на реке начнет трескаться. В следующем году их поддержало еще несколько человек, и это стало традицией. Участники лотереи должны угадать день и точное время вскрытия льда на реке. Самый большой выигрыш на сегодня составил около 304 тысяч долларов. Пятое место. Шестого февраля американцы празднуют День хромой утки. Хромая утка – это неформальное прозвище президентов и политиков, которые проиграли очередные выборы, но вынуждены еще оставаться на посту до окончания своего срока. По американском политическом жаргоне словосочетание появилось в середине XIX века. Четвертое место. Куперсхилдская сырная гонка. Проводится в последний понедельник мая в городке Глостер, Англия. Участники соревнования забираются на холм и после сигнала бросаются вдогонку за катящейся головкой сыра. Кто первый пересечет финишную линию и схватит сыр, получает его в качестве приза. Несмотря на очень высокий уровень травматизма, праздник привлекает огромное количество желающих принять участие и туристов. Происхождение праздника неизвестно, но традиция его проведения насчитывает около 200 лет и с каждым годом становится все популярнее. Третье место. День Хангула или провозглашение корейского алфавита. Его празднуют 9 октября в Южной Корее. Стоит уточнить, что в этот день отмечается создание и провозглашение королем Сиджонгом Великим исконного алфавита корейского языка. В 1446 году, 9 месяца, по лунному календарю король обнародовал документ, представляющий новый алфавит. До 20 века этот язык применялся ограниченно, но во второй половине прошлого века Хангул стал основной системой письменности в Корее. Второе место. Шотландский праздник Абхелио. Жители городка, в котором проходит праздник, делают 30-футовую модель корабля викингов. Сами наряжаются викингами, зажигают факелы, шествуют по улицам, трубя в традиционные военные горны. И через весь город несут корабль к морю. Более 900 живописно одетых участников следуют за дружиной из 40 викингов и их гигантским кораблем до места, где будет зажжен огонь. Вечером факельная процессия по старинному обряду погребения умерших воинов сжигает деревянную ладью. Первое место. Ночь редиски в Мексике. Праздник проводится ежегодно 23 декабря в городе Уахака. Город славится своими мастерами резьбы по дереву. В 1889 году фермеры решили попробовать вырезать фигурки из редиса, чтобы привлечь покупателей. И это сработало. Фестиваль длится несколько часов, но привлекает большое количество зрителей и участников. Мастера вырезают из редиса всевозможные фигурки людей-животных строений. Основная тема фестиваля – рождественские сюжеты. Некоторые скульптуры весят до 3 килограммов и достигают длины 50 сантиметров. В программе праздника несколько конкурсов, во время которых выбирают самую толстую, самую тощую, самую длинную и самую круглую редиску. Праздник сопровождается веселой музыкой, танцами и продажей вкусных сладостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова